Уровень воды Волги и Казанки продолжает оставаться критически низким. В чем причина нового обмеления? Разбираемся вместе с нашим корреспондентом. Обмеление Волги – одна из насущных проблем региона. В прошлый раз жители Татарстана столкнулись с этой проблемой в 2019 году. Тогда реку можно было перейти в некоторых местах пешком. В этом году проблема вновь напомнила о себе. В месте, где я сейчас нахожусь, вода ушла на несколько десятков метров. В это время за городом дела обстоят еще хуже. Вода начала убывать еще в августе. Сейчас показатель вышел за рамки нормы. Вода ушла от берега на десятки метров, обнажив целые острова. Такую ситуацию можно наблюдать, например, на пляже Локомотив, где побывала наша съемочная группа. Причин нынешнего обмеления несколько. Функционирование Куйбышевского водохранилища, застройка береговых зон и жаркое засушливое лето. Большинство экспертов все же склоняются к версии с водохранилищем. Куйбышевское водохранилище – это регулируемые водные объекты. Здесь периодически бывают попуски воды. К примеру, в осенний период бывают сбросы воды. Вот игра уровнем водохранилищ, она чрезвычайно неблагоприятно сказывается на состоянии жизни гидробионтов, на состоянии всей экосистемы водохранилища, а также имеет последствия для народного хозяйства, для туризма, для отдыха населения и так далее. Подобные обмеления уже были в 2010 году и в 2019. Решить проблему можно, но не за короткий срок. Уровень воды можно восстановить за счет дождей и тающего снега в весенний период. Помимо этого, есть еще один вариант, который предлагают ученые. То же самое мы рекомендуем, конечно, и для водохранилища Куйбышевского, для нашей Волги, мы рекомендуем залесение береговых территорий. Чем больше будет лесных территорий в береговой зоне, тем четче будут сохраняться, лучше будут сохраняться родники, малые реки, устьевые участки притока. На данный момент показатель уровня воды Волги стремительно падает. Неясно, когда ситуация нормализуется. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.